Добрый день, уважаемые коллеги! Разрешите представить клинические случаи лечения пациента с почечно-клеточным раком. Пациент 52 года рождения с осени 2019 года отмечал жалобы на умеренную слабость, снижение веса, индекс Корновского 90%, в клиническом анализе крови у пациента анемия, грейт 1, уровень тромбоцитов и нейтрофилов в норме, в биохимическом анализе крови, ЛДГ и кальция в пределах референсных значений. По данным компьютерной томографии органов брюшной полости в декабре 2019 года у пациента в левой почке образования в области синуса размерами до 13 сантиметров, оно прорастает устье левой почечной вены, однако без ее тромбоза и в печени в пятом сегменте отмечается наличие метастатического очага около 3 сантиметров. Итак, первый вопрос. Целесообразна ли паллиативная нефрактомия такому пациенту? Первый вариант ответа – да, показано хирургическое лечение. Второй вариант ответа – нет, рекомендована лекарственная терапия. Голосуем. Мы ожидаем результаты голосования, да, сначала? А какой прогноз у пациента, еще раз? Дальше все будет. Но у этого пациента нет макрогематурии, да? У пациента макрогематурии нет, только микрогематурия, соответственно, которая привела к анемии. Болевого синдрома у пациента не выявлено. Показатели анализов в норме, кроме анемии. Ну, то есть он по-любому принадлежит группе промежуточного либо неблагоприятного прогноза, да? Да, именно так. Так. Мы получили, да, результаты голосования. То есть подавляющее большинство, ну, как подавляющее, 62% слушателей проголосовали за выполнение циторедуктивной нефрактомии. Я бы не называл ее поликтивной, я бы называл бы циторедуктивной ее. Вот. А 38% начали бы лечение с каких-либо лекарственных режимов. Итак, по прогностической модели Слон-Кэтрин-центра и консорциуму АМДС, наш пациент принадлежит группе промежуточного прогноза, потому что имеет два фактора риска. Это интервал от первичной установки диагноза до начала лечения менее года, и уровень гемоглобина меньше нижней границы нормы. Для того, чтобы ответить на вопрос, нужна ли палиативная нефрактомия такому пациенту, мы обратимся к исследованию Кармина. Оно было проспективным, мультицентровым, открытым исследованием третьей фазы по типу нон-инфериорити. Гипотезы, что сунетиниб не хуже, чем нефрактомия в комбинации с сунетинибом. По данным результатов общей выживаемости в группе промежуточного прогноза, выживаемость в группе сунетиниб в два раза выше, чем в комбинации нефрактомии с сунетинибом. Таким образом, нашему пациенту палиативная нефрактомия не рекомендована. Однако в январе 2020 года пациенту выполнена левосторонняя нефрадреналоктомия с лимфодисекцией. По гистологическому исследованию у пациента папиллярная почечно-клеточная карцинома второго типа G3 по фурману, надпочечники метастаз опухоли и патоморфологически это Т3Н0М1. Вопрос номер 2. Показаны ли локальные методы лечения, учитывая олигометастатический вариант болезни? Первый вариант. Да, показаны метастазоктомии единственного очага в печени. Второй вариант. Рекомендованы локальные методы контроля, такие как абляция, химиомболизация, стереотоксическая лучевая терапия. Третий вариант ответа. Рекомендовано системное лечение согласно гистологическому по типу. Напоминаю, у пациента папиллярный почечно-клеточный рак. И четвертый вариант. Рекомендована биопсия метастатического очага в печени. Голосуем. А можно мне пока идет голосование, комментарий к предыдущему вопросу. Показана или не показана циторедуктивная нефректомия? Вот комментарий к предыдущему вопросу, когда Екатерина Валерьевна привела данные абсолютно обоснованные. Исследование Кармена, в котором не продемонстрировано улучшение выживаемости пациентов при выполнении циторедуктивной нефректомии. В этом исследовании назначался сунтиниб в качестве системной терапии. Сейчас у нас несколько алгоритм лекарственного лечения этих пациентов изменился. И мы не совсем понимаем, можно ли экстраполировать эти результаты на комбинированные режимы. Когда мы назначаем комбинированные режимы, здесь циторедуктивная нефректомия будет способствовать улучшению эффективности системной терапии или нет. Будь то комбинированные режимы двух иммунотерапевтических агентов, либо теразинкеназных ингибиторов с иммунотерапевтическим агентом. Для меня пока этот вопрос не совсем ясен, честно говоря. Я бы, наверное, поддержал бы те 60% наших респондентов, которые поддержали тоже, дали ответ в пользу выполнения циторедуктивной нефректомии. Может быть, у меня просто это еще и сидит с начала нулевых годов, вот эта вот предубежденность. Может быть, я и не прав, честно говоря. Так, у нас пока нет результатов, да? Появились. 44% слушателей ответили, что системное лечение согласно гистологическому подтипу популярный почечноклеточный рак. То есть, они бы не выбрали методы локального воздействия в отношении данного очага. На первый вопрос утвердительно, так скажем, первый вариант лечения. 15% выбрали, 22% второй вариант лечения. То есть, в общей сложности 37% наших участников, они голосуют за то, чтобы использовать локальные методы воздействия на солитарный очаг в печени. И кто-то предлагает биопсировать также это образование. По данным НССН, пациенты с олигометастатической болезнью и потенциально резиктабельной первичной опухолью должны являться кандидатами для метастазоктомии или объективных методик, если хирургическое лечение невозможно. Однако, локализация метастазов, при которых рекомендован данный подход, это легкие, кости и головной мозг. У нашего пациента метастатическое поражение печени, напомню. По данным систематического обзора, где изучалась канцероспецифическая выживаемость в зависимости от сайтов метастазирования, было показано, что пациенты с метастатическим поражением печени имеют меньшую выживаемость, чем при других локализациях метастазов. А на данном слайде представлен независимый неблагоприятный прогностический фактор, который определяет целесообразность метастазоктомии. Во-первых, это стадия Т больше 3, это грейд по фурману больше 3, это непульмонарные метастазы, и это интервал до начала лечения менее 12 месяцев, и мультиорганное метастатическое поражение. Наш пациент имеет 4 из 5 неблагоприятных фактора, относится к группе неблагоприятного прогноза, и только 25% из этой группы пациентов переходят рубеж двухлетней общей выживаемости, и никто не переходит рубеж пятилетней общей выживаемости. Таким образом, метастазоктомию данному пациенту выполнять нецелесообразно. А всё-таки, извините, я перебью, а продолжительность уже наблюдения за этим пациентом и за этим метастазом уже какая? Уже 2 года, да? Нет, это изначально метастатический вариант. Ну, с момента начала лечения уже сколько прошло? С момента начала прошло 2 месяца ещё, да, ничего. Соответственно, в марте 2020 года пациенту выполнена транспечёночная химиомобилизация правой ветви воротной вены, метод с недоказанной эффективностью, и уже через месяц у пациента по компьютерной томографии брюшной полости отрицательная динамика за счёт увеличения очага, который ранее был 3 см, сейчас он 7 см. Вопрос номер 3. Какую системную терапию нужно назначить пациенту, исходя из гистологического подтипа? У пациента, напоминаю, папиллярный почечноклеточный рак. Первый вариант ответа – это комбинация эрлотиниба с бевоцузумабом. Второй вариант ответа – это сунетиниб. Третий вариант ответа – это эверолимус. И четвёртый вариант – кабзантиниб. Голосуем. Да, вы можете озадачить, Екатерина Валерьевна. Я бы ещё здесь пятый вариант, конечно, привёл. Это комбинация ИПИ плюс НИВА. Для разнообразия. На самом деле исследований, я уже сейчас пока идёт голосование, я не думаю, что я повлияю на него. Я так понял, что сейчас подавляющее большинство уже проголосовало, сейчас просто идёт анализ результатов компьютерный. Вообще, это вопрос неплохо изученный, вопрос выбора режима терапии для пациентов популярным вариантом рака. Во-первых, их два, этих вариантов. Считается, что стандартной терапией является или являлся сунетиниб. Какие-то очень небольшие исследования демонстрировали эффективность эверолимуса, МТОР-инкибиторов, либо комбинации эрлатиниба и бивоцузумаба, которые практически не используются, я могу сказать, в клинической практике для этой подгруппы пациентов. Ну а сейчас проведены уже более такие, ну так скажем, дополнены другими наблюдательными исследованиями вот эти данные, которые демонстрируют эффективность других режимов, о которых Кидри Валерья расскажет позже. Есть ли в дате голосования уже? Опа, вот это для меня странно на самом деле. Почти половина слушателей выбрала как раз эрлатиниб с бивоцузумабом. Вот, и сунетиниб также 30%, 23% кабазантинеб. Дайте мне, пожалуйста. Итак, по данным НССН, пациентам с папиллярно-почечно-клеточным раком в первой линии рекомендовано применение сунетиниба или участие в клинических исследованиях. Однако в феврале 2021 года в Ланцете опубликовано исследование SWOG 1500, которое было открытым рандомизированным исследованием второй фазы с основными критериями стратификации – это папиллярный почечно-клеточный рак и отсутствие в анамнезе терапии ингибиторами ВИДЖФ и МЕД. Хочу обратить внимание, что 24% пациентов исключено из исследования в связи с неподтверждением папиллярного подтипа по данным центральной патоморфологической оценки. То есть дифференциальная диагностика между светоклеточным и папиллярным раком довольно трудная. По данным медианы безрецидивной выживаемости, группа савалитиниба и кризотиниба показали всего лишь трехмесячную выживаемость. Данные рукава были закрыты в связи с неэффективностью. При этом кабазотиниб обогнал сунетиниб на 3,5 месяца и, вероятнее всего, в дальнейшем он будет являться золотым стандартом для лечения таких пациентов. Вы только не указали общее число больных, включено в это исследование? Около 150 человек. По данным АСКО 2020, результаты второй фазы исследования в комбинации беоцузумаба и эрлотиниба у пациентов с наследственным леомиоматозом и почечноклеточным раком, а также спорадическим папиллярным раком, получены медианы безрецидивной выживаемости для наследственного рака 21 месяц и для спорадического рака почти 9 месяцев, что сопоставимо с кабазотинибом, однако минусом данного исследования было, что не было контрольной группы сравнения с сунетинибом. Нашему пациенту с апреля 2020 года по август 2020 года был назначен сунетиниб в режиме 4,2. Из нежелательных явлений у пациента остыния первой степени, диарея первой степени, ладонно-подошвенный синдром первой степени. По данным контрольного обследования определяются множественные метастатические очаги в печени и канцероматоз брюшина, то есть наш пациент спрогрессировал. Врачей по месту жительства смутил этот период безрецидивной выживаемости на сунетинибе, они решили выполнить биопсию очага в печени. И гистологическое исследование карцинома солидного строения из клеток со светлой цитоплазмой и заключение метастаз света клеточной карциномы почки. Вопрос номер 4. Какова дальнейшая токсика лекарственной терапии? Вариант номер 1. Кабазантиниб. Вариант номер 2. Ниволумаб в монорежиме. Вариант номер 3. Ниволумаб в комбинации с сетелей и пельмумабом. Голосуем. То есть это речь идет уже о третьей линии терапии, да, по сути? Это речь идет о второй линии терапии после сутента. Сунетиниба, извините. Здесь еще хорошо бы уточнить, а симптомы у пациента есть или нет на этот момент. Да, он симптомный, он требует... Астения. Только астения. Да. То есть болевого синдрома нет. Нет. То есть такой необходимости в получении... Быстрого ответа. Быстрого ответа у нас клинической необходимости такой вот яркой нет, да? Так. Пока нет результатов. Пока нет результатов. Появились. Я бы, честно говоря... А, уже появились, хорошо, я не буду смотреть. Я бы выбрал, наверное, вот второй вариант лично. Я не знаю, как другие, но сейчас мы посмотрим. Но здесь мнение вообще разделили 15... Нет, все 70% это проголосовали за неволомап плюс эпилиломап комбинацию, которая, кстати, во второй линии терапии, она в рамках исследования третьей фазы не изучалась, в рамках второй фазы изучалась. Были продемонстрированы относительно плохие результаты с не самым высоким уровнем доказательности. В принципе, можно использовать эту комбинацию с моей точки зрения. Но если бы была необходимость достижения быстрого объективного эффекта, наверное, так. Но, тем не менее, можно рассчитывать на полный эффект, да, за счет использования данной комбинации и улучшения результатов лечения. Пожалуйста. Ну, все три режима по данным НССН рекомендованы к применению. Однако нашему пациенту почему-то была по месту жительства назначена таргетная терапия сарафинибом. Он получал сарафиниб в течение месяца, и у пациента появился болевой синдром в правом подреберье. Сделали врачи внеплановое КТ, и отмечается появление новых метастатических очагов по брюшине и рецидив в ложе удаленной левой почки. И, как и хотел Дмитрий Александрович, пациенту с ноября 2020 года назначен чекпоинт-ингибитор NIVOLUMAP в монорежиме, режим ежемесячный. И пациенту с ноября 2020 по февраль 2021 года, то есть в течение 4 месяцев, не выполнялось промежуточное обследование. И в феврале отрицательный динамик по данным КТ в виде увеличения очагов в печени, они сливные, и, соответственно, появление метастатических очагов в легких и появление 7-сантиметрового конгломерата лимфоузлов подиафрагмально. Вопрос номер 5. Какова дальнейшая тактика лекарственной терапии? Первый вариант – это добавление ипилимумаба и комбинации ипинива. Второй вариант – это кабазантиниб. Третий вариант – это линвотиниб с эверолимусом. Четвертый вариант – окситиниб. И пятый вариант – участие в клиническом исследовании. Голосуем. Так, мы уже выбились из графика катастрофически. Меня сейчас будут выгонять из студии. Точно могу сказать. Но случай великолепный, на самом деле. Но я пока опять идет голосование. Коротко очень прокомментирую, что добавление ипилимумаба… Я бы не стал добавлять ипилимумаб к неволумабу в случае прогрессирования болезни, поскольку… Спойлерите вы. Поскольку Екатерин Валерьев потом скажет, почему. Вот. В этой ситуации у нас задача добиться быстрого объективного эффекта. И я бы использовал, конечно, терозинкиназный ингибитор, либо кабазантиниб, либо комбинацию линва с эверолимусом в этой ситуации. Потому что уже нет времени на раскачку. Тут надо быстро, в короткие сроки добиться объективного эффекта. Так, пока нет у нас результатов. Это последний вопрос, да, пятый? Да, это последний вопрос. На ваше счастье. Так. Можно я прокомментирую, почему бы я не стал добавлять ипилимумаб, или у вас там дальше… У меня дальше есть слайд. Хорошо. Появились результаты, Александр Александрович? Большинство выбрали пятый пункт. Это как раз участие в клиническом исследовании. Ну, смотря в каком клиническом исследовании, конечно, да, тоже это надо понимать. Потом мнения разделились в отношении первой и второй опции, да, по 20%. И вот в отношении третьего варианта это линвотиниб плюс эверолимус 16%. Четвёртый, оксетиниб не выбрал никто. Ну, в общем-то, это резонно и понятно. Пожалуйста. Когда пациент пришёл к нам на консультацию, у него на руках был консилиум, врачебная комиссия из частной клиники, где он получал Ниволумаб. И там было рекомендовано продолжение Ниволумаба с добавлением ипилимумаба. Соответственно, на АСКО 2020 было представлено исследование ОМНИВО, которое включало пациентов с почечноклеточным раком, как леченых, так и наивных. Пациенты не должны были получать чекпоинт-ингибитор в анамнезе. Была индукционная терапия Ниволумабом, а дальше пациенты распределялись по трём группам. Те пациенты, у которых был частичный ответ или полный ответ, они в течение шести месяцев получали Ниволумаб, а дальше терапия останавливалась. Пациенты, у которых была стабилизация процесса или прогрессирование процесса, им добавлялся ипилимумаб с дальнейшим проведением терапии Ниволумабом. И только два пациента, включённые в этот рукав, дали частичный ответ. Оба пациента имели предшествующее лечение и хороший ответ на индукцию Ниволумабом, а 95% пациентов прекратили лечение при медиае 3,5 месяца, либо из-за клинического прогрессирования 65% случаев, либо из-за неприемлемой токсичности. Таким образом, добавление ипилимумаба к Ниволумабу при прогрессировании на данной схеме или стабилизации не рекомендовано. Пациент был включён в клиническое исследование по изучению ингибитора HIF2-α. По данным контрольного обследования, через 8 недель у пациента отмечается стабилизация опухолевого процесса. Спасибо за внимание!